Привет всем! Вы на канале Санита, меня зовут Настя Бапич и сегодня поговорим о том, что продолжается регистрация украинских беженцев на один финансовый проект. На этот раз программа финансовой поддержки охватила тот регион Польши, который до этого не был особо задействован. Кто и сколько сможет получить по этой помощи, я сейчас расскажу. Вы подписывайтесь на канал, а я рассказываю. Начинаем! Данный проект продлится до 30 сентября. В рамках этого проекта почти полторы тысячи украинских семей смогут получить финансовую помощь такую же, как и в ООН. Для реализации данной инициативы было создано 4 офиса. Три из них стационарные и один мобильный. Поэтому все желающие получить данную помощь могут зарегистрироваться в открытых офисах по предварительной записи. Три из них расположены в самых крупных городах подкарпатского воеводства, а именно в Новой Демби, в Жешуве и в Саноке. Все адреса я оставлю в описании под этим видео. 4 офис функционирует в виде мобильного центра. Он располагается в автобусе, который ездит по маленьким селам и городам и помогает зарегистрироваться людям, которые живут там. Для того, чтобы получить доступ к мобильной бригаде, вам нужно зарегистрироваться по телефону либо по электронной почте и ожидать, когда в ваш город приедет бригада. Это обосновано в том случае, если в вашем городе соберется группа людей, которые захотят зарегистрироваться. Ради одного человека мобильная бригада выезжать не будет. Три шага, чтобы получить данную помощь. Первый шаг – это обратиться в ближайший центр этой помощи. Второй шаг – это заполнить там анкету. И третий шаг – это дождаться результатов подтверждения вашего соответствия критериям проекта. Для заполнения регистрационной анкеты вам понадобится пакет документов. То есть, как минимум, вам понадобится паспорт на вас и членов вашей семьи, которые будут регистрироваться. Также нужен будет номер счета в банке. Нужен будет номер IBAN, либо номер SWIFT. Также желательно прихватить все документы, которые у вас есть, потому что что-то может пригодиться. Также будьте готовы ответить на ряд дополнительных вопросов, потому что помимо оказания материальной помощи, данная фундация также занимается сбором информации о насущных потребностях беженцев, для того, чтобы в будущем помощь оказывалась более точечной и именно в тех формах, в которые она необходима. И не забывайте, что для обратной связи вам нужно указать именно польский номер телефона, чтобы с вами могли связаться на территории Польши. Итак, на какие категории направлена данная инициатива? Прежде всего, на тех, кто не работает и не имеет источника дохода. На пенсионеров, на инвалидов и их опекунов и на мам, которые имеют двое или трое детей. Это вся информация, которой я хотела бы поделиться с вами. Регистрируйтесь и не забывайте досматривать это видео до конца, оставлять свои реакции и комментарии. Пока!